Добрый день, уважаемые учащиеся. Тема сегодняшнего урока – оказание пострадавшему первой медицинской помощи при ранении черепа и мозга, характеристика ранения в грудную клетку, оказание первой медицинской помощи раненым в грудную клетку и живот. Травмы головы являются одними из наиболее тяжелых повреждений, которые пострадавшие могут получить в результате происшествий. Очень часто они сопровождаются значительным кровотечением, которое может угрожать жизни пострадавшего на месте происшествия. Травмы головы могут также сопровождаться нарушением функции головного мозга. Для черепно-мозговой травмы характерны бледность, общая слабость, сонливость, головная боль, головокружение и потеря сознания. Пострадавший может быть в сознании, но при этом он может не помнить обстоятельств травм и событий, ей предшествующих. Более тяжелое повреждение мозга может сопровождаться длительной потерей сознания, кома, параличами конечностей. Переломы костей черепа могут сопровождаться, кроме того, следующими признаками. Выделение бесцветной или кровянистой жидкости из ушей, носа, кровоподтеки вокруг глаз. Пострадавшего в сознании необходимо уложить на спину и контролировать его состояние. Если пострадавший находится без сознания, следует придать ему устойчивое боковое положение, которое уменьшает вероятность западения языка и сводит к минимуму возможность попадания рвотных масс или крови в дыхательные пути. При наличии раны надо наложить повязку. В случае, если у пострадавшего отмечаются признаки нарушения целостности костей черепа, необходимо обложить край раны бинтами и только после этого накладывать повязку. При развитии судорог следует попытаться обеспечить профилактику дополнительных травм. При повреждениях глаз следует наложить повязку с использованием стерильного перевязочного материала из аптечки первой помощи. Повязка в любом случае накладывается на оба глаза. При отсутствии признаков дыхания необходимо приступить к проведению сердечно-легочной реанимации в объеме компрессии грудной клетки и искусственной вентиляции легких. Травмы грудной клетки часто наблюдаются при дорожно-транспортных происшествиях. При этом часто отмечаются переломы и ушибы ребер, которые характеризуются припухлостью в месте перелома, резкой болью, усиливающейся при дыхании и изменении положения тела пострадавшего. Помимо переломов ребер возможны и ранения грудной клетки, при которых возможно нарушение ее герметичности, что, в свою очередь, приводит к резким нарушениям в работе легких и сердца. Без оказания адекватной и своевременной помощи это может привести к смерти пострадавшего в течение короткого промежутка времени. Признаками такого повреждения является наличие раны в области грудной клетки, через которую в нее во время вдоха с характерным всасывающим звуком засасывается воздух, на выдохе кровь в ране может пузыриться. Дыхание у пострадавшего частая поверхностная кожа бледная с синюшным оттенком. Первая помощь при переломах и ушибах ребер. Придать пострадавшему полусидячее положение. Контролировать состояние пострадавшего до прибытия скорой медицинской помощи. Первая помощь при ранениях грудной клетки. Осуществить первичную герметизацию раны ладонью пострадавшего до наложения повязки. Наложить герметизирующую, окклюзионную, повязку с использованием воздухонепроницаемого материала, упаковка от перевязочного пакета или бинта полиэтилен, клеенка. Придать пострадавшему полусидячее положение с наклоном в пораженную сторону. При нахождении в ранее народного предмета, зафиксировать его, обложив салфетками или бинтами. И наложить повязку. Травмы живота и таза. При различных происшествиях возможно получение тупой травмы живота и ранений живота пострадавшим. Тупая травма живота может оставаться незамеченной, пока внутреннее кровотечение не вызовет резкого ухудшения состояния, при этом пострадавшие будут жаловаться на постоянную острую боль по всему животу, сухость во рту, может отмечаться тошнота, рвота, наблюдается доскообразное напряжение мышц живота, признаки кровопотерей. При ранениях живота с тяжелыми травмами внутренних органов повреждения его передней стенки могут быть как значительными, так и малозаметными. Поэтому все пострадавшие с любыми травмами живота должны в обязательном порядке быть осмотрены врачом. При наличии проникающего ранения живота может быть выпадение внутренних органов, внутреннее или наружное кровотечение. Первая помощь. На рану наложить нетугую повязку. Положить холод на живот. Пострадавшему придать положение на спине с полусогнутыми ногами. При нахождении вране инородного предмета, зафиксировать его, обложив салфетками или бинтами, и наложить повязку для остановки кровотечения. При повреждении живота запрещается вправлять в рану выпавшие внутренние органы, туго прибинтовывать их, извлекать из раны инородный предмет, давать обезболивающие препараты, поить и кормить пострадавшего. Для закрепления пройденной темы ответьте письменно в рабочей тетради на следующие вопросы. Продолжение следует...